В эфире телеканала ННТ новости Дагестана, в студии Факира Рамазанова. Здравствуйте и в начале короткий анонс. С миллионом наличных через зеленые коридоры и без декларации. За что в Махачкалинском аэропорту задержали богатого пассажира, узнаем через минуту. Миллионы на сады. О том, сколько конкретно выделили республиканские власти на развитие садоводства, расскажем далее. Динамо – это не только про футбол. Физкультурно-спортивному обществу исполнилось 100 лет. Подробности юбилейного мероприятия смотрите в выпуске. Один миллион двести тысяч наличкой. В Махачкалинском аэропорту таможенники задержали пассажира, вылетающего в Азербайджан с крупной суммой контрабандных денег. Гражданин следовал через зеленый коридор. Декларацию в таможенный орган не подавал. По словам мужчины, он не знал о необходимости проведения данной правовой процедуры. Возбуждено дело об административном правонарушении. Главное управление МЧС региона подписало соглашение с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям. Для этого в республику прибыл директор Департамента информационной политики МЧС России Роман Ахатенко. Сразу же после прибытия он посетил Главное управление по республике Дагестан, где возложил цветы к мемориалу сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Соглашение разработано в целях организации взаимодействия между сторонами по вопросам содействия волонтерских, добровольческих организаций в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Мне крайне приятно прилететь сюда из Москвы для того, чтобы открыть, или правильнее сказать, наверное, осветить открытие 46-го отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, 46-го отделения Национального центра, и все эти 46 отделения очень плотно, эффективно взаимодействуют с МЧС России. Я от лица МЧС России хотел бы поблагодарить коллег из Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Сады берут свое. В этом году Дагестан увеличил поддержку данной отрасли почти в два раза. Власти направят 457 миллионов рублей на развитие садоводства. Под это дело в республике отводятся и дополнительные сельхозземли. Так, за последние пять лет посажено около 6000 гектаров, половина из которых отведены под сады интенсивного типа. Четыре дня отдохнут дагестанцы на Уроза-Байрам. 20 апреля – четверг и 21 апреля – пятница объявлены нерабочими днями. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. В месяц Рамадан еще один муниципалитет Дагестана встретил реликвии пророка, мир ему и благословения. В Табасранском районе в эти дни проходит выставка, куда съезжаются посетители со всего Южного Дагестана. Подробности в сюжете Айши Тухаевой. Давайте мы то намерение, которое побудило нас сюда прийти, давайте еще раз это намерение подтвердим и скажем про себя. Мы любим тебя, Оббаса Николая. Из-за любви к тебе мы сюда пришли. Другого у нас не было от того, что сосед пошел, друг пошел, мама, папа пошел. Я не из-за этого сюда пришел, Оббаса Николая. Я пришел сюда из-за того, что я люблю тебя. Когда реликвии привозят в населенный пункт, это означает то, что на район или село снизошла особая благодать. Это добрый знак и высокая честь для местных жителей. Просили Всевышнего Аллаха, когда определяли, в какой район выпадет, для того, чтобы могли направить реликвию. Видимо, в прошлом году, когда ездили в Маграбкенск, очень много наших жителей делали и там на месте, чтобы в следующем году могли у себя на родине это принять. Для нас это высокая честь, потому что Табасаранская сама земля является кузницей многих шейхов, алимов, устазов. Благодаря сегодня Муфтеату, всем организаторам, ребятам, которые сегодня здесь работают, предоставлено такая возможность для наших земляков. Реликвии встречали в районе с традиционными для такого события почестями. Выставка проходит круглосуточно. Для того, чтобы поддерживать такой режим, в работе задействовано большое количество волонтеров и добровольцев. Когда мы что-то видим, какую-то вещь, мы не просто эту вещь видим, мы видим того, кто стоит за этой вещью, хозяина этой вещи. Поэтому, посетив эти реликвии, человек вспоминает о пророке, салаллаху алейкум, вспоминает его с подвижника, ради Аллаха Анхума. Как объявили, что будет выставка в Табасаранском районе, были рады этому, что будет такая возможность попасть сюда. Я выделять каждую часть тоже не буду, но многое чего впечатлило. Очень рад о том, что мог хвостить такое самое благодательное место. О Аллах, одари в этом мире и на том свете самым лучшим тех, кто привез священные реликвии в Табасаранский район. Да поможет вам Всевышний Аллах и дарует вам здоровье и благополучие. То, что сегодня провели это мероприятие, это великое дело. Хочу поблагодарить всех организаторов. Все это послужило тому, что наш народ объединится и воцарится в мире и благополучии во всех селях. В селении Хучни выставка реликвий устроена таким образом, чтобы любой путник, издалека ли он приехал или из соседнего села, смог отпустить у разу. Если время вечернее, передохнуть с дороги. А если приехал ночью, то прибывших ждет готовый сухур – утренний прием пищи в Рамадан. Выставка продлится до 20 апреля включительно. Айша Тухаева, Халид Ахмаев, Новости ННТ. Хучни, Табасаранский район. Более 10 тысяч представителей кумыгского народа собрались на коллективном ифтаре в духовном центре имени пророка Иссы Мирьему в Махачкале. Для них в этот вечер была подготовлена насыщенная программа – чтение Корана, мавлиды, театрализованные сценки и розыгрыши подарков. Известный исполнитель Нашидов Мустафа Атеф также представил свои лучшие произведения. Поддержать мероприятие пришли представители власти, общественники и религиозные деятели. Нет слов. Я очень рада, что сегодня посетила, здесь была. Я очень рада за сестру. Огромное спасибо всем, кто это все начал делать. Это просто у меня нет слов. Увеличивается любовь, отношение. Мы видим разных людей, которых годами не видели. И духовный центр вместе с Рамадан вокруг себя всегда объединяет. Пусть и Вишнала будет всеми доволен. В кульминации вечера стал розыгрыш 10 путевок на Малый Хадж Умра. Ну и, конечно же, всех участников Маджлиса накормили горячим ужином. И в заключение о спорте. 14 заслуженных мастеров спорта, 2 международника и более сотни мастеров спорта страны. 18 апреля спортивное общество «Динамо» отмечает 100-летие со дня основания. С этой знаменательной датой «Динамовцев» и всех болельщиков поздравил глава республики Сергей Меликов. В продолжение темы сюжет наших корреспондентов. 100 лет со дня основания общества «Динамо» за этой внушительной датой годы напряженных тренировок и олимпийских триумфов. Золото самых престижных мировых соревнований. Благодаря этим победам тысячи юных дагестанцев и дагестанок выбирают спорт и ставят перед собой самые высокие цели. Я на футбол хожу уже два года и мне очень нравится играть здесь. Я хочу в будущем стать футболисткой, а мама хочет, чтобы я была такой, ну, не была такой жесткой, чтобы я... Она не хочет меня на футбол водить, она хочет меня водить на гимнастику, на танцы, а я не хочу туда идти. Мне больше нравится футбол. К юбилею «Динамо» в регионе приурочено несколько мероприятий. Самая крупная спортивно-массовый фестиваль проходит в детско-юношеской школе Маркарова. Здесь воспитывают не только футболистов, но и тэквондистов, боксеров, а также волейболистов и лучников. Потенциал будущих чемпионов оценил глава республики Сергей Меликов, который пообщался с детьми и их наставниками. На фестиваль пришли воспитанники «Динамо», ветераны и игроки клуба. Дагестанскими «Динамовцами» завоеваны 62 медали на перенствах и чемпионатах Европы, 48 медалей на перенствах и чемпионатах мира, 14 олимпийских и сурдолимпийских играх. Сегодня мы бережно храним и продолжаем традиции, созданные целыми поколениями предшественников, поддерживая молодых людей, занимающихся спортом и ведущих здоровый образ жизни. Знаменательный день сегодня и для вратарей. На базе спортшколы открыли Центр вратарьского искусства имени легендарного «Динамовца» Льва Яшина. Эта школа первая в республике, где детей будут обучать всем тонкостям игры в амплуа голкипера. История очень много, великих побед, великих чемпионов именно дал этот клуб, общество само «Динамо». И сегодня в «Махачкале» мы уже провели по борьбе по боксу несколько мероприятий. Сегодня на этой площадке мы видим очень много детишек по разным видам спорта, сегодня здесь находятся. И нам отрадно и приятно видеть столько зрителей, родителей, которые пришли, которым небезразлична. Судьба будущих своих детей воспитывает их, приводит в спортивные залы, площадки для того, чтобы они вырастут здоровыми и правильными людьми. Ну, в принципе, для любого человека «Динамо» есть «Динамо». Все равно, как бы то ни было, если сравнивать «Динамо», «ЦСК», «Спартак», «Динамо» – это сила в движении. А уже вот с 71-го года я приехал в «Махачкалу» и стал выступать за «Махачкалинское Динамо». И, в принципе, вся моя молодость прошла в «Динамо». Это уже 15 полных лет я был в «Динамо» в «Махачкале» и играл, и работал. История «Динамо» продолжается, и вполне реально, что эти дети напишут в ней новую главу. Гурбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин